Амичка Взять хотя бы само название клуба Которая легендарная вернулась В каком состоянии команда вообще завершала предыдущий сезон В каком состоянии она вошла в новый Да на самом деле Команда как бы шла По тому пути По пути развития Которая уже требовала какие-то изменения Непосредственно изменения В самом управлении команды Изменения в наличии Игроков более высокого уровня Я думаю что За период межсезонья Мы провели как раз эту работу Добавили в тренерский штаб Определенных Специалистов А также купили команду Игроками более высокого уровня То есть эти изменения кардинальные Все-таки назрели Ну конечно да От команды ждали какой-то результат На протяжении Команда вышла в другой дивизион В дивизион выше, выше лига От команды требовалось уже Непосредственно какие-то результаты Ближе к призам Ближе к выходу допустим Суперлигу Соответственно Чуть-чуть не получалось И я думаю что это правильно Что руководство Видело что нужно Делать какие-то изменения Я имею в виду руководство региона Вот и вот эти изменения Они произошли Вот если можно Для людей которые только-только Начали за игрой наших девушек следить Самое главное что поменялось Помимо названия Помимо названия Ну поменяли Поменялся непосредственно Если брать это тренер Штаб допустим Да это поменялся главный тренер Да в принципе Достаточно большой Большое количество специалистов пришло То есть в принципе можно их перечислить Это главный тренер Виктор Сергеевич Ушаков Это специалист который Как раз Ну это воспитанник именно Омска Специалист который вырос Именно на Омском волейболе На Спартаке На Мичке Долгое время работал И знает в принципе культуру Нашего регионального волейбола Это Наталья Сергеевна Васильченко Также специалист который Долгое время играл За Омскую команду И соответственно потом Осталась дальше На тренерском поприще Добавили мы специалиста По функциональной подготовке Я так думаю что На данный момент В игре в фиде спорта Это скорее всего Такая очень Это очень больная тема На самом деле Она очень нужна И в принципе Мы уже видим Там первые результаты Что это не зря было сделано Потому что команда На самом деле В межсезонье Сделала большую Огромную работу И в принципе Она заметна Именно по По подготовке По работе сейчас С командой Которая есть Ну и взяли мы На самом деле Специалиста Которого может быть Не всегда видно Он не всегда заметен Это тренер статистик Тренер который Занимается Непосредственно Анализом Соперника Анализом Своей команды И условно говоря Потом перед матчами Дает какой-то расклад По той или иной команде Я понимаю Что пока рановато Об этом говорить Но что называется Готовься не летом Команда сейчас Играет на площадке Омского велотрека В былые времена Играли Воскака имени Блинова Если все сложится Удачно Команда Проходит в Суперлигу Где будете играть Какие-то варианты Уже есть в площадке Да на самом деле Будем играть Также на велотреке Предварительная договоренность У руководства региона И Всероссийской федерации Волейбола О том Что в рамках Перспективы развития Именно в нашем регионе Волейбола В принципе Федерация волейбола Да конечно Велотрек На данный момент Пока По требованиям Для соревнований Именно Уровня Суперлигии Не подходит Потому что Есть определенные требования По посещаемости То есть по зрителям Не менее Трех тысяч Трех тысяч зрителей Требуется Соответственно Конечно Всероссийская федерация Волейбола Пойдет на уступки Пойдет Навстречу Для развития Именно В Омской области Для Как раз Возрождения Того волейбола Который был ранее Тот же футбольный ртыш Например Когда прошел на уровень выше Играл на нейтральной территории Что называется Но вы скорее всего Останетесь в Омске Конечно Мы не обсуждаем Вопросы Чтобы переехать В другой регион Для домашних игр Да и смысла Я думаю Нету тогда В принципе Команду Держать В регионе Которые будут Играть В другом Городе Или в другом регионе Это В первую очередь Делается Непосредственно Для наших болельщиков Для зрителей Для любителей волейбола Я так думаю Что и для детей Которые В принципе Для которых Команда И является Непосредственно Мотивацией И тот Так сказать Золотой стандарт Куда они должны стремиться Еще немного О подготовке О новом сезоне Какая цель Стоит перед командой Такой вопрос Который обязан Быть в интервью всегда Ну Цели мы всегда ставим Конечно Максимальные Победить То есть Другой цели Не может быть В принципе Для команды Я так думаю Что сделано На самом деле Многое Все сделано В принципе Тренерский штаб Укомплектован Команда Укомплектована В принципе Тоже Я считаю Игроками Которые Могут Реализовывать Эту задачу Поэтому Посмотрим Это спорт Мячик Как говорится Круглый Площадка квадратная Поэтому По итогам Будем уже Смотреть Ну Путь сам К этой цели И вообще Работа административная Работа спортивная Подписание новых игроков Они стали проще С тех пор Как клуб получил Поддержку Областных властей Ну конечно На самом деле Заинтересованность Именно Комскому региону На уровне Федерального центра На уровне Федерации волейбола России Она есть На самом деле И в принципе О том Что команда Стремится Высший дивизион От Суперлига Уже Разлетелась По всему Волейбольному Волейбольному Так сказать Сообществу Нашей страны Вот Поэтому В принципе Все знают Все Все видят Что команда Хочет расти Хочет развиваться Хочет стать То и Мичка Может быть и лучше Так сказать Переживает Новый Новый виток Своей истории Поэтому Да конечно Я думаю Это Для всех Открыто А Кубок России В котором Мичка выступала Не так давно Выступление завершила Это Впервые Если не путаю В новейшей истории Команды Ну то что Прошли следующий этап В смысле Да Как бы Такого не было Но На самом деле Я так сразу скажу Что Насчет Кубка Каких-то задач Мы не ставили Чтобы именно Пройти в следующий этап Да У нас попалась группа В принципе И группа Не самая Не самая слабая У нас были команды Две команды Суперлиги Команды Выше лига То есть В принципе Нам удалось Обыграть одну команду Суперлиги Это Нижний Новгород Обыграли мы Уфу Получается Которая как раз Находится в той же лиге Которую мы сейчас Участвуем Выше лига Вот И Дала нам возможность Участвовать в следующем этапе Это 1-16 Финала Кубка То есть Где мы играли с Минском Вот Ну Я так думаю Что Может быть И к лучшему Что Получилось Там Не получилось Дальше пройти Так сказать Следующий этап Потому что На самом деле Для команд Суперлиги Может быть Это и Стоит Каких-то Там Задач Вот Но для нас На данный момент Приоритет Конечно Это чемпионат Потому что Игр много То есть У Суперлиги Если матч Это один матч Ну Тур складывается Из одного матча То у нас Тур складывается Из четырех матчей Получается То есть Полноценных Достаточно тяжело И я думаю Что надо тут Поберечь силы Потому что Чемпионат длинный еще Ну и думаю Тут еще вопрос Логистики Потому что Все-таки Не все матчи Далеко проходят В Омске Нужно ездить по городам Ну конечно Ну конечно По идее Если мы проходили бы Следующий этап То у нас Мы встречали бы С Челябинском Хотя не так далеко Но тем не менее Это лишняя поездка Это соответственно Лишняя трата сил Это те же самые Две игры Поэтому тут Надо конечно Приоритеты расставить Приоткройте секрет Если конечно можно После перезагрузки Амичка начнет Как-то иначе Работать с болельщиками В плане пиара В плане медиа Стоит ли ждать Каких-то сюрпризов На домашних матчах Может быть Да на самом деле Да Планируем Достаточно большую Объемную работу Произвести в этом направлении То есть Одна из Тоже я так считаю Важных частей Для того чтобы Непосредственно Потом было проще Работать не только С болельщиками Да Также и с партнерами И со спонсорами Вот Потому что Тенденция современного Спорта ведет Именно К тому что Чем популярнее команда Чем Богаче ее Маркетинг-девый актив То конечно Уже И партнеры Охотнее Идут на поддержку И контакт с командой Вот Поэтому Да Такая работа Планируется Планируем создать И какой-то Фан-сектор Да И планируем Создать Вот у нас Допустим Одно из таких Партнерских соглашений С аграрным университетом В части волонтерства Они нам активно Помогают Мы активно Развиваем Именно Не просто волонтерство Именно волонтерство В спортивной сфере То есть Я думаю Что у нас Таких проектов Будет достаточно много Как бы Потихонечку Идем Вперед Но вообще Любимые инструменты У клубов Это автограф Сессии Открытые тренировки Благотворительные матчи Может быть матчи Против болельщиков Задумывались об этом уже Ну на самом деле Тут Это плотность Тренировочного процесса И графика соревнований И может быть Не всегда получится Поиграть с болельщиками Но Непосредственно Прямую коммуникацию Я думаю Что Какие-то у нас Мероприятия будут Конечно В межсезонье То есть Непосредственно Интеграции у нас С нашими партнерами Я думаю Будет интересно То есть Где-то Может быть Поедем И посредственно Уже покажем Нашим игрокам Как Из чего В целом Происходит Тот или иной партнер Чем они занимаются Чтобы они изучили И понимали Цену того Как бы Из чего Складывается В целом Вот эта работа Есть еще Несколько вопросов Спортивных Которые тоже Нужно было бы Обсудить В этом сезоне Регламент соревнований Как-то изменился Девушкам пришлось К новому привыкать Для себя Да на самом деле Регламент Ну поменялся Да У нас В рамках проведения Туров Добавился еще Один выходной Как бы Я думаю Что На самом деле Это немножко Упростило Конечно Сами соревнования Потому что Нагрузка большая Там Четыре игровых дня Подряд Не каждый выдержит На самом деле Даже молодые игроки И топ На самом деле Подсаживаются Вот Поэтому Добавили скользящий выходной То есть Это два дня игровых Выходной Там одна тренировка Возможно То есть И соответственно Два оставшихся дня В принципе Так То есть Как бы Это главное изменение Которому стоит привыкать Ну Как бы По-моему Больше там Особо таких глобальных Изменений не было Ну а как же мяч Новый Тема неочевидная Но достаточно важная Объясню Я читал Что многие наши игроки После перехода На Скажем так Мяча мирового бренда На наш отечественный Столкнулись С необычными проблемами Абсолютно Непривычные ощущения Приходится Ну практически Учиться играть Этим мячом Как наши девушки Да на самом деле Особо Каких-то глобальных Изменений нету Но Есть там Небольшие Небольшие моменты С траектории Мяча Точнее Они были Но Компания Которая как раз Занимается Производством Этих мячей По-моему Уже следующие Вот эти партии Которые новые идут Уже они Исправили все эти моменты На самом деле Я считаю Что решение Правильное Да Может быть Мы Там Первые 2-3 месяца Игрокам было тяжеловато Да Помучиться Но Зато тут В формате Стратегического подхода Конечно Это Правильное решение Потому что Уже Мы независимы От кого В рамках Современной Ситуации Мировой Я думаю Что это решение Правильное Извешенное Потому что Представляете Завтра нам запретят Возить эти мячи Микаса И получится так Что на ровном месте Нам просто Нечем будет играть Поэтому Тут лучше Перетерпеть Пару месяцев И потом уже Ни от кого не зависеть Спокойно Играть Именно своими мячами Ну и приятно Играть Именно мячами Которые произведены У нас в стране Я считаю Это Правильное решение Абсолютно Как у любой Уважающей себя Команды Мички Помимо основного состава Есть еще молодежный Расскажите Где эта команда У нас выступает Или будет выступать Как идут тренировки И есть ли у Участниц Ну так это назовем Лифт Да Возможность попасть В основной состав Да В прошлом году Была создана Как раз Молодежный состав Аминчики В этом году Уже Мы немножко Его усилили Получается Доукомплектовали Приезжими игроками То есть Молодыми игроками Я так думаю Что мы придем В будущем В формату В целом Академии Это будет Такой своего рода Центр С полным циклом То есть Это тренировочный процесс Обучающий процесс Где девочки По сути Будут находиться На одной где-то базе Допустим Да Там с полным питанием Тренировочным То есть Их ничего Отвлекать Не будет Вот И они будут Сосредоточены Только на Именно на Спорте На волейболе Плюс учеба Вот А в целом Как бы Это такая Такая ситуация Что на самом деле Это важный очень момент Для таких клубов Ну именно для клубов Которые Растут Вверх Потому что Без молодежи Ну и на самом деле Не нет смысла В принципе Заниматься Потому что Сейчас отрабатывается Механизм следующий Наша детская Спортивная школа Плюс Академия Молодежная лига Ну и соответственно Может быть Думаем Задумаемся В будущем Открыть Еще одну команду Как бы Фарм-клуба Может быть Она будет выступать В лиге Ниже Но для Более плавного Перехода Именно В основную команду Конечно Тут Проблем Нету То есть Если игрок Показывает Хороший результат Если он Начинает Конкурировать Допустим На ряду С игроками Которые Находятся В основном В составе Почему бы и нет В принципе Эта команда Для этого и создается Спасибо большое За беседу Вам удачи И команде побед Спасибо До свидания Я напомню У нас в гостях Был генеральный менеджер Волейбольного клуба Амичка Сергей Куфрин Следите за эфиром МСК ТВ И оставайтесь в курсе Главных событий До свидания